Мешал и с бизнесом, как сказалось во время Путина, насчет слияния в экстазе, что у этого страха не может быть природы. Когда чиновник с утра, министр, губернатор, замгубернатор, а после обеда он владелец коммерческой структуры... Бизнесменом становится вдруг, да? Особенно если эта коммерческая структура с этим же органом, где работает ее собственник, имеет какие-то дела, и об этом все знают. Но никто на это не реагирует. Откуда будет страх? Это большая проблема, и она, в принципе, я считаю, разрешимая, но надо применять силовые методы воздействия на всю эту систему. Я, Игорь Иванович, долго искал, но все-таки нашел Алексея Алексеевича Петрухина, чтобы, пусть по телефону, но задать ему все эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Здравствуйте. Алексей Алексеевич, дайте короткую справку. По поводу Кавказской Ривьеры. Вы определили ущерб в полтора миллиарда, нанесенный государству? Ну, пока еще не определили его, так что... Ну, в вашем письме, вот копия передо мной, там цифра полтора миллиарда. Как вы эту цифру получили? Расскажите, пожалуйста, если не секрет. А может быть, есть смысл как-то мне прийти к вам и увидеть? Может быть, и есть смысл, но пока расскажите. На самом деле, как бы разрабатывается вся эта еще методика, как это считать. Нет, вы твердо указали полтора миллиарда. На основании чего? Нет, не твердо указывали. А как у вас указано в письме? Ну, если у вас же письмо перед вами. Вот я читаю, полтора миллиарда нанесен ущерб, причем даже политический ущерб. Нет, что ущерб может составить. На основании чего такая цифра получилась? Огромная. Ну, несколько сопоставляющих. То есть, по сути, это уничтожено... Нет, какая комиссия там работала? Кто это выявил? Что уничтожено или что-то еще? Кто? Кто? Эксперты. Те, кто делали эти проекты. Алексей Алексеевич, какие эксперты и о каких проектах идет речь? Это государственная комиссия. Кто эти эксперты? Нет, это эксперты, те, кто делали проект пару лет назад. Их зал Кавказской ривьеры отстранил от работы и наняли там совсем сторонней службы. То есть, если я правильно понимаю, это частное письмо экспертов, которых отстранили от работы? Они не государственные люди, конечно. Подождите, официально на территории Кавказской ривьеры, если я не прав, поправьте, никакая комиссия Росохранкультуры туда не приезжала. Сейчас сформируется или уже сформировалась комиссия, которая поедет туда? То есть, комиссия только сейчас сформируется? Она, по-моему, сформировалась уже, это надо руководителя спрашивать. Но еще не выезжала. Правильно. Мы о разном с вами говорим. Я спрашиваю, на основании чего вы получили цифру в полтора миллиарда? Мне очень интересно. У рекомендательного характера, конечно. Это рекомендательный характер ваша бумага носит? Однозначно, да. Цифры в полтора миллиарда? Эта цифра появилась. Вы рекомендуете что в Кавказской ривьере сделать? Это рекомендации людям просто предоставить, посмотреть возможность. Ну, документы... Это ваши личные рекомендации на бланке Росохранкультуры? Вас кто уполномочил на такого рода письма? Руководителям. Там написано ущерб, который может составить. Ведь если заниматься подсчетом и разрабатывать эту форму, то ущерб может составить гораздо больше. То есть вы подсчетом не занимались? Вы на глазок определили? И подсчетом этим, конечно, нет такого еще ни вывода, ни бумаги, ничего. Если бы это было, то тогда бы это уже было. Теперь самый главный вопрос. По своему статусу вы имели право подписывать такого рода документы? Пусть рекомендательный, пусть на глазок. Включая ваше мнение о нанесенном политическом ущербе страны. Извините, пожалуйста, еще раз. Как вас зовут? Андрей Викторович. Сергей Викторович, я... Андрей Викторович. Конечно, готов оставить каждую строчку. В нем нет никакой угрозы. Вот этот вопрос сейчас как раз и стоит у руководителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова